Как находить инвестиции для бизнеса и защитить свои активы? На конференции РБК «Предпринимательский класс» владельцы и топ-менеджеры компании обсудили более 30 реальных кейсов и стратегий для малого и среднего бизнеса. Как построить бизнес с расчетом на десятилетия вперед и как передать дело жизни своим преемникам в рамках мероприятия рассказал Эмин Агаларов, президент компании Агаларов Девелопмент. Здравствуйте. Очень приятно. Эмин, вы занимаетесь девелопментом достаточно давно. Стало сложнее или легче развивать масштабные проекты? Мне стало немножко полегче, потому что я с годами немножко разобрался, что это такое и как этим подниматься правильно. Что важно учитывать при планировании долгосрочных проектов? Модель, наверное, это первое, с чего мы начинаем. Если появляется какая-то идея, мы ее отрисовываем, пытаемся идентифицировать площади, продаваемая, общестроительная, коммерческие зоны. Рассчитать, что за сколько мы можем потенциально продать или коммерциализировать каким-то другим образом и понять окупаемость. И когда ты понимаешь окупаемость, ты понимаешь, насколько тебе проект интересен. А если ты понимаешь, что у него окупаемость почему-то хромает, что для этого нужно сделать? Поднять этажность или уменьшить количество юнитов, или наоборот их надо увеличить, пересмотреть квартирографию. То есть много таких элементов, которые с опытом ты понимаешь, что изначально надо проектировать, имея в голове вот эти цифры. Известно, что с 2000-х годов вы развиваете морской курорт, который запроектировали с нуля практически на пустыре на берегу Каспия. Как в настоящее время развивается проект? У Сиблиза сейчас, можно сказать, большой успех, потому что мы проекты инициировали в 2006 году. И мы за вот эти 17 лет построили примерно миллион квадратных метров. А сейчас в этом году у нас в стройке еще миллион метров. То есть практически за год мы сделаем то, что мы сделали за последние 17 лет. Мы, наконец, вышли на какие-то уже большие масштабы. У нас 75 зданий строятся на территории, 500 гектар, 6,5 километров продолжительность береговой линии. То есть мы так масштабировались. Благодаря тому, что у нас подключились и партнеры, и финансовые инструменты, мы уже можем использовать. Расскажите, какие предпринимательские качества воспитывал вас, ваш отец, и какие качества вы передаете уже своим детям? Он во мне воспитал, наверное, если можно назвать меня лидером, я сам не готов этому давать оценку, своим примером. Я понимал, что он работает каждый день, практически без выходных. Отец меня всегда брал на стройке, он достаточно с раннего возраста. И мои дети тоже, поскольку я все время занят, они фактически со мной на работе. То есть мы там катаемся по территории, ходим, лазаем по стройкам, что-то обсуждаем. Потом садимся с ними в машину, пока едем, они задают какие-то вопросы. А как это работает? А вот сколько это стоит построить? А сколько это можно продать? Потихонечку начинают вникать. То есть это такая хорошая, мне кажется, школа. Девелоперский бизнес, его прелесть в том, что вот то, что ты построил, оно перед глазами, оно есть. Можно пощупать, потрогать и увидеть. Именно спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.